Полезный город Но ассортимент продукции Allutex, с которым можно познакомиться в том числе в Шуруме на Урицкого 24, значительно шире. И сегодня мы договорились про въездные ворота. Поговорить, какими они бывают, какие лучше выбрать. И Наталья, как эксперт в этом вопросе, будет нам помогать. Итак, въездные ворота. Они бывают откатными и распашными. В чем разница? Как это выглядит? Откатные ворота и распашные? Откатные ворота выглядят как единое полотно. Устанавливаются они на балку. Это направляющая балка, и ворота на ней двигаются. А распашные ворота, они у нас открываются как книжка в стороны. Когда мы с вами разговаривали про секционные ворота в гараже, мы говорили, что в отличие от распашных, они не требуют пространства перед гаражом. Здесь история такая. Если на территории есть место, куда открываться распашным воротом, тогда можно их сделать. Можно. Если этого места нет, если, например, ворота открываются наружу, а там проезжая часть, то лучше выбрать откатные. Да. Там тоже нужно дополнительное место. Необходимо дополнительное место для того, чтобы вот эти ворота, вся эта конструкция, чтобы было куда отъехать. Вот это единственное принципиальное отличие. Потому что если у вас проем 4 метра, ворота мы делаем на балке 6 метров, то в сторону, лево либо вправо, должно быть 6 метров как минимум. Очень редко заказывают распашные ворота. В основном это, конечно, откатные, потому что они по эстетике интереснее, выглядят, ну, как-то более современно, что ли. И не забывайте, ведь распашные ворота точно так же, как и в гараже, распашные ворота требуют чистки снега. В нашем климате это очень актуально. Снег уже пошел. А откатные ворота не требуют расчистки снега? Откатные ворота расчистки снега не требуют. Снег не помешает им отъехать в сторону. Единственное, что элементарный уход, он все равно должен быть. И снег, куда отходят ворота, желательно убирать в той точке, чтобы его не было. Потому что он набивается в балку и приходится чистить его. А так вот он не мешает проезду. Если я правильно понимаю, распашные ворота, ведь они раскрываются не только человеком. То есть вот современные распашные ворота, они, наверное, могут раскрываться и автоматически. Вообще любую вещь можно автоматизировать. Любые двери, любые ворота, рольставни, окна. Сейчас, мне кажется, человек настолько привык к автоматике везде, во всем, что автоматизирует все, что угодно. Конечно, для распашных ворот свои привода, а для откатных ворот свои привода. Но это конструкция. Производители предлагают и то, и другое. Все автоматизируется. То есть для того, чтобы открыть и распашные ворота, и откатные ворота на территорию, достаточно просто нажать на кнопочку на пульте, и ворота, соответственно, откроются. Да. Просто если будут на распашных воротах, они будут открываться и будет им мешать снег, это уже идет другое усилие на автоматику. На привод, да? Да. Соответственно, автоматика долго не протянет. Вот это надо все учитывать. И у нас консультанты всегда, когда клиент приходит, вот на такие тонкости мы внимание обращаем. И, возможно, если человек еще думает, распашные или откатные, то, как правило, в сторону откатных все-таки больше идет приоритет. Есть ли разница в стоимости для покупателя? Разница есть, конечно. Откатные все равно чуть дороже будут. Не на порядок, но чуть дороже. И те, и другие качественные. Конечно, это же заводское производство, это алюминий. То есть ворота – это металлический каркас, на который нашивается покрытие, либо профнастил, либо что-то еще. Вот Алютех делает этот каркас из алюминия, который не ржавеет, не подвержен погодным каким-то условиям. И при этом легкий? Легкий. И его не перегибает, не выгибает при температурных вот этих, нормально реагирует. И заполнение, опять же, у заводских ворот, оно более широкое. То есть можно сделать под заполнение профнастилом, можно сделать под заполнение сэндвич-панелями, можно сделать вообще алюминиевые плашки поставить, профиль алюминиевый. Разные ширины, толщины. У нас объект сделали прям брусками. Очень красиво получилось. Разнообразие, конечно, вот заводских ворот в плане наполнения велико. Но вот надежность ворот, она зависит, я имею в виду защита от взлома, зависит от толщины и от наполнения каким-то образом или нет? Или здесь все-таки речь идет о самом раздвижном механизме прежде всего и способах открывания и закрывания? Ну, в любом случае, если ворота автоматизированы, не имея ключа, пульта дистанционного управления, вы не попадете, потому что когда выключается электричество, они блокируются. Сможет попасть только хозяин дома. Опять же, если рядом стоит калитка, на ней тоже ставится электромеханический замок, то есть без ключа ты тоже не попадешь. Автоматику поставил и вроде как спишь спокойно. Никто уже не зайдет к тебе на территорию. А для того, чтобы можно было открыть, надо что-то дополнительно предусмотреть? Да, в любом случае, привод, он разблокируется, у хозяина есть ключ от него. Он в любом случае как-то попадет на территорию и разблокирует этот привод. То есть мы при сдаче объекта всегда показываем, как можно разблокировать привод, как его обратно заблокировать, как этим пользоваться. Калитка в этой истории, она играет в том числе и эту роль? То есть она помогает проникнуть в случае какой-то аварийной ситуации на территорию скорее? Или это больше для удобства вообще там ежедневного пользования? Ну, кто-то ведь и пешком ходит. То есть для того, чтобы зайти на территорию, проще, наверное, калитку открыть, чем ворота откатывать. Конечно, да. У лютеха, опять же, есть серия такая, ворота и калитка. В едином стиле. Смотрится просто шикарно. Одни и те же профиля, одно и то же заполнение считается, это всё в программе. И когда мы это устанавливаем, это смотрится как единый ансамбль. И это калитка, которая ставится рядом с воротами? Рядом. А не как в советское время, в воротах такая дверца открывалась. В воротах мы тоже ставим калитку. Бывает такое, да. Бывает и такое, клиенты заказывают, мы ставим. Можно либо тот вариант, либо другой. Ну вот вы уже сказали про единый ансамбль, сейчас тогда мы будем про эстетику говорить. Как это может выглядеть? Мы уже сказали о том, что это каркас. Это каркас. Металлический каркас. И там, и там. Пространство заполняется... Чем угодно. Заполнение, может быть, алюминиевый профиль, может быть, ролетный профиль, может быть, сэндвич-панели, и вот эти панели, из которых делают секционный ворот. Так же и в калитке, так же и в распашных воротах. Даже забор можно сделать из таких панелей в едином ансамбле. То есть это такой конструктор лего. Его собираешь? У нас в офисе, в шоуруме есть заполнение этих всех ворот. Есть откатные ворота, есть распашные ворота. С автоматикой всё подключено. И есть отдельные виды заполнения. То есть можно выбрать. А срок службы качественных ворот от компании «Алютех» это примерно сколько? Ну вот гарантийный срок использования и срок службы? Гарантию, заводскую гарантию «Алютех» даёт 3 года. Срок службы, мне кажется, он не ограничен. А к чему готовиться, кстати, когда ворота начинаешь устанавливать? Будет очень хлопотно? Или это происходит достаточно быстро, и от хозяина почти ничего не требуется? Единственное, что требуется от хозяина быть... На месте? Да, либо представителя пригласить, когда мы, например, делаем силовую раму для откатных ворот, и потом, когда приезжаем, уже их собирать на объекте и устанавливать. Я бы, наверное, в качестве рекомендации. От специалиста? Да. Ведь обычно на стройке работают строители. И когда подходит время к размещению заказа на ворота, как правило, строители ещё там работают. То есть они на объекте находятся? Они находятся на объекте, они ставят забор. Вот такое пожелание клиентам. Если вы забор устанавливаете, и вы знаете, что вы будете делать откатные ворота, просто скажите строителям, чтобы они сразу заложили силовую раму. У них это всё войдёт в стоимость работ, а у нас клиент сэкономит. Силовая рама уже всё, у него уже всё готово. То есть он потратится только на ворота. Можно ведь заранее, уже зная, что ты собираешься ставить ворота, либо те, либо те, может быть, даже ещё и не определился с выбором, прийти к вам в шоурум, выбрать тот вариант, который больше всего подходит. И ваши специалисты, насколько я понимаю, могут даже выехать на место стройки и проконсультировать. Ну, мы, в принципе, так всегда и делаем. Как правило, приходит заказчик, он говорит, у меня вот есть строитель, покажите, что надо сделать. Наш технический выезжает, даёт консультации, говорит, что надо сделать, на какую точку вывести. И грамотные строители делают это на раз-два. Вот это вот рекомендация в плане экономии. И это надо делать ещё вот в тот момент, когда вы только задумали ещё ставить забор, да, то есть не в процессе уже, когда почти всё готово, да, а к моменту, когда только-только начинается работа. И чтобы потом вот этот фундамент подворота в монолите, он был с забором. Надо делать всё вместе. Я бы так рекомендовала. Другой вопрос, когда человек заказывает ворота, ну, чуть позже, купил дом, у него там не было этих ворот, или там только ворота распашные. А он решил поменять, например. А он решил поменять, тогда да, тогда мы бетонируем. Тогда, естественно, без этого никак. Если вы собираетесь ставить ворота въездные на территории, и ещё пока не определились с выбором, или читаете, вот в интернете сидите и смотрите, ну, какие же лучше сравниваете по характеристикам, приходите в шоу-рум на Урицкого 24, там специалисты работают, они с вами разберут вашу ситуацию, они вам помогут с выбором определиться. Начинку этих ворот, внешний вид, калитка, где её расположить, на воротах или рядышком. Всё это можно рассчитать, просчитать, просчитать, запланировать, как-то спланировать эту покупку, потому что ворота, откатная с калиткой, это не дешёво в удовольствии. А от скольки? Существенная такая сумма. От 150 они идут. Опять же, всё зависит от комплектации. Если мы делаем это под профнастил, это подешевле. А если мы делаем это с алюминиевым заполнением, да, рамой там, это уже около 300 тысяч может выйти. Поэтому такие покупки, их тоже надо планировать. Мы всю зиму будем работать, не будет такого цейтнота, как сейчас. Наши менеджеры спокойно проконсультируют, спокойно технически выйдет, всё расскажет. То есть можно всё это запланировать и готовиться уже к следующему сезону. И очередь занять. И очередь занять. Опять же, можно ведь заказать их и зимой, а весной уже поставить. То есть можно оплатить даже заранее, да? Да, предваряя возможную инфляцию и всё остальное. Можно оплатить заранее, заказать их заранее, и они придут, и будут у вас лежать в гараже ли ещё где-то, или, может быть, у нас на территории они будут храниться. Но к весне у вас уже ворота будут куплены. Останется только поставить. Да. И опять же, возможность сэкономить немаловажно. Спасибо большое. Наталья Чернышова, директор по маркетингу компании «Ренталь», официального представителя завода «Алютех» в Кирове, была в нашей студии. До свидания. Спасибо. До свидания. Шоурум продукции «Алютех» компании «Ренталь» находится по адресу Киров, Урицкого, 24, помещение 10-096. Телефон 699-608. Полезный город.